Извините, друзья, не удержался. Вся страна отдыхает, развлекается, лежит на диванах, смотрит сериалы и только Владимир Владимирович на посту. Не спит, думает о нас. Решает, как довести до конца деноцификацию и демилитаризацию. 4 января, то есть сегодня, он подписал еще один указ о предоставлении гражданства России всем иностранцам, которые заключили в период проведения специальной военной операции на Украине контракт на прохождение службы в армии с Минобороны или добровольческим формированием. Контракт должен заключаться на срок не менее одного года. Также право на получение российского гражданства получили и все члены семей таких контрактников иностранцев, жены, дети и родители. Ну и соответствующие льготы, конечно. В социальных сетях, да и российской прессе, и на федеральных каналах все чаще слышатся недоуменные восклицания, почему осевшие в России мигранты не едут на СВО наравне с остальными российскими гражданами. И все эти разговоры только из-за юридической неграмотности, выступающих даже на самом высоком уровне. Потому и не едут, что у большинства из них двойное гражданство. И приезд на родину в гости к родителям, братьям, сестрам обернется для них уголовным преследованием. Ведь для правоохранителей своей страны они остаются своими гражданами. Один из депутатов Госдумы, видимо юридически подкованный, отметил, что в соответствии с действующим законодательством лица с двойным гражданством не подлежат призыву. Поэтому абсолютное большинство вчерашних мигрантов предусмотрительно не расстаются с паспортами своих республик и не подлежат призыву в вооруженные силы России и мобилизации. Посольство Киргизии в России 21 сентября 1922 года предупредило своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории иностранных государств. Власти страны собираются наказывать таких граждан лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Аналогичные заявления прозвучали и от правительств Узбекистана и Казахстана. Правительство Узбекистана в России заявило, что предостерегается отечественников от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. В Таджикистане еще жестче – до 20 лет лишения свободы. В Казахстане за такое нарушение грозит тюремный срок от 5 до 9 лет, который предусматривается в соответствии со статьей 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств при отсутствии признаков наемничества. Впрочем, казахи, таджики, киргизы и узбеки в зоне СВО есть, но их не так много, и они, как правило, являются гражданами Российской Федерации и не имеют двойного гражданства. Для того, чтобы таких разговоров и надежд на скорое пополнение мигрантами, которых в России уже миллионы, предлагаю вам официальное разъяснение Главного управления МВД по делам миграции. Иностранцы могут служить в вооруженных силах только по контракту, либо в том случае, если иностранный гражданин получил гражданство Российской Федерации и не проходил до этого службу в армии в своей предыдущей стране, и при этом подходит под призывной возраст. Но в связи с частичной мобилизацией, объявленной 21 сентября 2022 года, на военную службу могут призвать и тех, кто ранее был иностранцем, но получил гражданство России и является военнослужащим в запасе. А согласно указу о частичной мобилизации, у такого гражданина должен быть на руках военный билет, и он ранее должен был пройти службу в армии. При этих условиях от рядового до прапорщика и мичмана призывают до возраста 35 лет. Если звание офицерское, мобилизацией подлежат граждане до 50 лет, а старшие офицеры – до 65 лет. Иностранных граждан, проживающих в России с видом нажительства, по разрешению на временное проживание, по патенту или по трудовому договору, никто принуждать к службе в вооруженных силах Российской Федерации не будет. При получении разрешения на временное проживание или вида нажительства, иностранный гражданин так и остается иностранным гражданином и не подлежит мобилизации, и призвать такого гражданина не представляется возможным. И хотя президент России подписал указ о службе по призыву в армии российских граждан, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, а Россия к тому же рассматривает человека с двумя гражданствами исключительно как своего гражданина, и следовательно он должен состоять на воинском учете, то во время мобилизации его могут призвать на военную службу, согласно статье 31 закона о воинской обязанности и военной службе, и пункту 2 статьи 21 закона о мобилизации. Вот такой набор законодательных актов в этом вопросе. Согласитесь, просто как манная каша, размазанная по белой тарелке. И все же мигрантам следует четко помнить о законах своей этнической родины, бывших республиках Советского Союза, которые не просто не поддерживают в вопросе СВО Россию, но и ввели уголовное преследование для своих граждан за участие в специальности. Всем удачи!